Музыка Татьяна Владимировна, идут ремонтные работы в образовательных учреждениях. Расскажите об их ходе. В конце мая, начале июня глава муниципального образования Андрей Николаевич Шубин совершил обход всех образовательных учреждений, встретился с руководителями наших учреждений. И во время этих встреч были определены наиболее важные, острые проблемы по содержанию зданий и сооружений наших образовательных учреждений. И детских садов, и школ. И можно сказать, что благодаря умелому скоординированному руководству Андрея Николаевича Шубина уже в июне начались, активно начались мероприятия по приведению наших образовательных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Хочу отметить, что эти мероприятия не закончатся с первым сентября. И учитывая, конечно, что у нас уже начнется учебно-воспитательный процесс, они все равно будут продолжены. Ни в коем случае не повлекут никаких изменений учебно-воспитательного процесса. Все будет соответствовать всем правилам. Одним из таких крупных мероприятий является ремонт кровельного покрытия здания средней школы номер 4. На проведение этих работ была выделена благотворительная помощь концерна «Росэнергоатом». Был проведен аукцион. 24 июля был заключен контракт. И с 25 июля уже начались работы. Хочу сказать, что наша задача – это очень эффективно использовать благотворительную помощь. Хочу отметить, что заказчик, которым является школа, при проведении тех работ в соответствии с контрактом, не остается в одиночестве. И следует отметить, что здесь нам большую помощь оказывают и специалисты комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу, и заместитель главы муниципального образования Александр Александрович Новиков, которые оказывают нам помощь в осуществлении технического надзора за качеством проводимых работ. Также хочется отметить, что у нас этим летом были сложные погодные условия для проведения кровельных работ. Достаточно короткий срок был предоставлен подрядчику. Но, несмотря на это, подрядчик успешно справился со всем тем объемом работ, который был прописан контрактом. Поэтому 1 сентября школьники 4-й школы сядут в уютное благоустроенное здание. Кровельное покрытие полностью заменено над всем зданием – и над актовым залом, и над спортивным залом. И огромное спасибо всем за такой большой подарок. Ремонт бассейна школы номер 1 – это действительно наболевшая, острая тема, поскольку средняя школа номер 1 у нас наиболее многочисленная. И, конечно же, занятия в бассейне, занятия плаванием – это настолько важно и остро, и самое главное, что это забота о здоровье наших детей. В 2017 году приступили к решению этой проблемы. И в настоящий момент совместными усилиями произведены следующие работы. Это демонтаж и монтаж облицовочной керамической плитки в помещениях бассейна. Это сделано современное освещение в помещении бассейна. И сейчас для завершения ремонтных работ в бассейне необходимо приобретение оборудования. В настоящий момент вопрос этот решается, идет запрос цен на оборудование. И как только оборудование будет приобретено, наш бассейн заработает. В августе после аукционной процедуры был заключен контракт на ремонт фасада детского сада «Лесная сказка». В настоящее время работы идут полным ходом. За данный промежуток времени мы провели полностью согласование всех материалов, которые будут использоваться на данном объекте. Процесс изготовления окон уже у нас начат. Уже первая партия мы уже поставили на объект. И сейчас ребята устанавливают. Завесены леса в полном объеме. На 70% площади здания они уже смонтированы. И начат процесс монтажа вентилируемого фасада. Ремонтные работы проходят под контролем комплексной комиссии. Контроль ведется нами. С целью контроля также создана комиссия с представителями городского хозяйства, муниципального образования и представителями Смоленской атомной станции. Для того, чтобы контролировать качество выполнения работ подрядчикам, для того, чтобы контролировать объемы выполненных работ. Родители также положительно отмечают перемены на территории детского сада. Мы уже ходим сюда два года. И я считаю, что данное облагораживание территории, как от лица всех родителей, могу сказать, что это очень хорошо. Потому что прежде всего, когда мы ведем своего ребенка в сад, мы смотрим на все, что нас окружает. Ремонт по графику закончится 9 ноября в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова